Здравствуйте друзья, с вами Калдия Руссоцкая, хочу представить нашего старшего спонсора, человека, долларового миллионера Олега Кокровича Примукова, Олег Руссоцкий. Здравствуйте. Привет. Хотелось бы вам задать сегодняшнее несколько вопросов. Давай. Вы у нас, думаю, встретились в сетевом маркетинге. Как вы видите, как вы считаете, почему очень много людей отказываются от помощи? Сетевый маркетинг, он в принципе предназначен именно для того, чтобы заработать как можно больше денег. Почему вы считаете, что очень много людей просто отказываются от помощи? Ну, верно, они не хотят заработать много денег. Вот я так считаю, что не хотят, просто не хотят. Сто процентов. Я вчера столкнулась с такой идеей, что у многих людей нет даже цели в жизни. Сдаешь, что ты вызывал вопрос? Скажи, какие у тебя цели? Я хочу много денег. Для чего они тебе? Ну, чтобы хорошо жить. То есть, человека даже нет цели, на что они нужны? Сто процентов. С этим я тоже очень скопнулась. Очень жалко, что вы будете. Даже не знаю, от чего они хотят в этой жизни. В 96-м году, я уже вам рассказывал, я написнулся на книжку, которая называется «Дума и богатей» Наполеона Киева. Для меня, взрослого, 46-летнего человека, в этот период было совершенно откровенным, что оказывается, чтобы преуспевать в жизни, надо иметь цель и следовать каким-то принципам, которые давним-давним-давно в мире существуют. Никто никогда никого не учит. Учат, сколько будет дважды три, учат, что такое H2O, учат многим разным вещам, марсистско-ленинской философии и прочим разным физкультурам, но не учат самого он. Как успешно жить, как зарабатывать деньги, как быть свободным, независимым человеком. К сожалению, такова жизнь. Я тоже с этим столкнулась. Хотя бы должна быть, хотя бы определена цель на деле. Но мы имеем дело с людьми, с теми, кто есть, но других не выбирали. Поэтому проще всего, и правильнее всего, и эффективнее всего найти тех людей, которые чего-то хотят. Может быть, они нуждаются в помощи, чтобы кто-то рассказал, как они этого достигнут, насколько правильнее их желание, что-то скорректировать. С этими людьми что-то можно делать. Но вызывать в людях желание, будить в них какие-то страсти, это совершенно бесперпективное дело. Я надеюсь, вы меня понимаете. Да, это точно. Хотела бы еще разобраться. Мы работаем в индустрии, в трансплении, в отношении компании. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что в этом компании можете приспать каждому человеку с нашим образованием, этот человек, который вообще-то ничего, даже ничего не знает в нашей бизнесе. Ну, в 16 лет я кувыркаюсь в сетевом бизнесе. И слово кувыркаюсь специально употребил для того, чтобы показать, что первые 10 лет я вообще ничего не зарабатывал. Я просто не зарабатывал, потому что я не понимал, как все это устроено. А устроено все очень просто, доступно для людей. И когда человек этого не понимает, он создает такие методы и формы работы, которые недоступны большинству. А раз большинство не может, то входит мало. А если входит, то не способны выполнить такие-то условия и преуспевать. Поэтому я все последующие годы делал и создавал что-то такое, чтобы мог любой, любой школьник 14-летний, бабушка, которая компьютер видит второй раз в жизни, чтобы любой мог сделать простые вещи. Пользоваться продуктом, переводить на сайт свой собственный, своих друзей и получать заслуженное награждение. Вот так он должен быть построен, на мой взгляд. Да, наша система, она млекальна, обучение и стеревание. В общем, вы же способны за то, чтобы мы с вами поделились опытом. Скоу, привет. Спасибо, Артем Игорьевич. Друзья, пока.